В Российском молодёжном театре премьера «Ромао и Джульетта» современную версию шикстеперской пьесы представил Егор Перегудов. Это его первая постановка в качестве главного режиссёра «Рамта». Валерия Кудрявцева делится впечатлениями. Как рассказать историю, рассказанную бесчисленное количество раз? Так, чтобы самому не стыдно и зрителям не скучно. Егор Перегудов хотел сыграть спектакль за два часа и ничего не сокращать. Не вышло. Спектакль идёт три часа с антрактом и с текстом, урезанным на треть. «Ромао и Джульетту» взяли в переводе «Осси и Сороки», известного переводчика английской литературы. Его текст менее романтичный и более шершавый. Показался автором ближе нашему времени. Когда прислать к тебе? Да утром в девять. Пришлю, пришлю. А ждать ещё сто лет? Зачем взяла тебя я? Позволь, пока не вспомнишь. Встаю. Я буду без конца. Припоминай, чтобы только ты не уходил. Я стоять здесь буду без конца. Главное – поверить в это. Поверить в это. Не делать какую-то сказку или миф, где яды, отравления, шпажные бои, закалывание кинжалом и так далее. Поверить в эту историю, сделать так, чтобы люди, которые приходят сегодня, смотрели про себя. Про мир ненависти, который мы не понаслышке знаем вокруг нас. И про любовь, которая, несмотря на то, что нас всех учат ненавидеть, она всё равно, необходимость, она прорастает сама. По мысли режиссёра, Ромео и Джульетта с самого начала знают, что умрут. И осознанно идут в эту любовь, в это чувство, зная, что всё закончится плохо. Ни один из исполнителей главных ролей, Анастасия Волынская и Денис Фомин, не представляли себя в роли юных, романтичных влюблённых. Срабатывало предубеждение. Сценография от Владимира Арефьева – подземный переход, вызывающий у зрителей актёров ощущение тревоги. Ведь там, где людей делят на своих и чужих, на Монтеке и Капулете, спокойствия не живёт. Сверху 700-тонная ледяная рука, за время спектакля тающая, в том числе от накала страстей. В конце Ромео и Джульетта, конечно, снова умрут. Безотешные родители, заклятые враги, будут вместе поливать цветы на могилах детей. А Ромео и Джульетта – то ли призраки, то ли души. Будут смотреть вниз на человеческую ненависть с высоты своей любви. Конец такой, всё-таки, жизнеутверждающий, несмотря на то, что всё так печально кончилось. Я смотрю, вы даже плачете? Ну да, нет повести печальнее на свете. Мы читали, смотрели фильмы, естественно. Но были ожидания какого-то более несовременного, а более старинного. Вот шли на такое. Но когда увидели первые декорации, конечно, были в восторге, что осовременено чуть-чуть. Всё хорошо закончилось или плохо? Хорошо. Всё же хорошее. Хорошо всё закончилось. Они любят друг друга. Всё хорошо закончилось. Валерия Кудрявцева, Андрей Тарасенко. Новости культуры.